Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре, бодрость духа, грация и пластика, общеукрепляющая... Вообще-то к обеду хотя бы голос следовало бы размять. Три-четыре в студиях о Москве, спортивная передача, ее ведущая Светлана Удельная. Светлана Медведева, здравствуйте. Здравствуйте. Слушатели, в нашей программе мы обещали вам раз в месяц рассказывать про то, как у нас реализуется комплекс ГТО. И мы свои обещания выполняем. В прошлом месяце мы рассказывали, как это у нас проходит во всем нашем регионе, областные данные, в том числе был у нас представитель и федерального оператора по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», говорили, как в принципе комплекс ГТО шагает по стране, какие результаты. И сегодня мы хотели бы поговорить, как это у нас реализуется в городе. У нас в гостях Надежда Анисимова, начальник управления по делам молодежи, физкультуре и спорту города Кирова. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну что, Новый год, и сейчас все подводят итоги. И у нас сегодня весь наш эфир, дневной разворот, например, тоже мы подводили итоги с нашими спикерами и делились планами на год грядущий. Поэтому и то, что касается ГТО, хотелось бы сделать то же самое и подвести итоги 2016 года, что было сделано, какие у нас цифры по числу зарегистрировавшихся людей на сайте gto.ru, сколько людей уже выполнили, испытали себя этим комплексом, сколько детей. Напоминаю, что в этом году, в 2016 год, наш регион вошел в число тех регионов, где могут выполнять нормативы, в том числе и взрослое население. И эти данные тоже бы хотелось услышать. Ну, на самом деле, наверное, в комплексе ГТО еще рановато подводить итоги 2016 года. Объясню, почему. Потому что до 31, до 30 декабря включительно работающее население имеет право выполнить нормативы комплекса ГТО с правом присвоения знака отличия. Поэтому как раз последние дни декабря очень насыщены в плане выполнения различных видов испытаний. Каждую неделю проходят у нас испытания по плаванию, каждую неделю мы стреляем. То есть мы пытаемся дать максимальную возможность жителям города Кирова получить тот знак отличия, который... Запрызнуть в последний вагон за последний день. Потому что действительно, ну, есть такая специфика у людей, когда все откладывается на последний момент. И вот остается один вид испытаний, например, лыжные гонки. И все вспоминают об этом в последние две недели декабря. Но, в принципе, на сегодняшний момент у нас более 30 тысяч зарегистрировавшихся в системе АИС ГТО жителей города Кирова. Действительно, 2016 год стал годом, когда Кировской области дали возможность как пилотному региону выполнять испытания комплекса ГТО не только обучающимся общеобразовательных организаций, но и работающему населению. И на сегодняшний момент у нас уже есть два приказа Министерства спорта, в которые вошли как раз работающие население, жители города Кирова, не только учащиеся образовательных организаций, которые получили свои заслуженные знаки отличия. За 2016 год у нас присвоено золотых знаков 190, серебряных 214, бронзовых 230. Но те результаты, которые будут показаны сейчас до конца этого года, приказ будет выпущен в январе-феврале месяце, поэтому количество, как говорится, значкистов комплекса ГТО у нас, конечно, увеличится. Очень приятно, что предприятия, организации очень активно тоже включились в процедуру выполнения комплекса ГТО, и собственники спортивных сооружений очень активно участвуют во всех мероприятиях и предоставляют, что для меня, например, было несколько удивительно, на безвозмездной основе спортсооружение. Понятно, что не в большом объеме, но по потребностям. Огромное спасибо хочется сказать опорному университету. Спортивная база опорного университета очень используется активно. И все студенты опорного университета и преподаватели сами включились в эту процедуру. У них среди студентов и среди уже сотрудников университета есть обладатель золотого знака отличия комплекса ГТО. Также ДСАФ, ТИР ДСАФ очень активно помогает нам в выполнении вида испытаний, которые, ну, такой специфическая стрельба из пневматической винтовки. Не во всех образовательных организациях есть ТИР, соответственно, потребность в таком виде испытаний очень-очень нужна, очень важна. И вот наладили такие взаимоотношения очень приятно. Мне кажется, это такая прекрасная история, когда предприятие выходит с общей заявкой коллективного выполнения нормативов ГТО. Кто уже выполнил, кто из этих организаций выполнили нормативы? Кого можно похвалить? Ну, вот особенно хотелось похвалить опорный университет, это я уже проговорила. Завод «Маяк» очень активно принимает участие, тоже имея свою спортивную базу, проводит на своих площадках испытаний комплекса ГТО. Учебные заведения, конечно, отличаются активностью. Ну, понятно, школьники заинтересованы в выполнении комплекса ГТО для получения знака и для получения дополнительных баллов КИГЭ, поэтому, проанализировав статистику, у нас наибольшее количество участников и выполнивших испытания на тот или иной знак отличия – это пятая, шестая ступень. Это как раз выпускники общеобразовательных организаций. Я надеюсь, что в следующем году более активно примут участие предприятия, организации различных форм собственности для того, чтобы, ну, показать качество жизни, уровень жизни, уровень здоровья своих сотрудников. И на сегодняшний момент работодатели заинтересованы в том, чтобы здоровые люди у них работали, соответственно, не надо было тратиться на больничные и пропускать рабочие смены. Это точно. Я, как посол ГТО, тоже стараюсь это пропагандировать и разговаривать с руководителями предприятия. И вот уже подтвердили участие и хотят в следующем году выполнить нормативы. Это компания «Нанолек», и вот сегодня подтвердили завод «Сельмаш», тоже хотят это сделать в следующем году. Так что, ну, это хороший пример, и, мне кажется, руководителям стоит на это обратить внимание. Можно я вставлю несколько слов? Нужно. Ваш такой бурный диалог, мои юные коллеги. Действительно, всё идёт гораздо лучше, чем это рисовалось в моих мыслях. Мне казалось, может быть, это осталось с прошлых, с советских времён, что слишком-слишком всё заорганизовано. Когда этот проект был объявлен, и поступала масса звонков просто от людей, желающих узнать как можно больше о том, как это можно сделать, где это можно сделать, как это будет выглядеть, мне всё-таки ещё до конца не верилось, что этот процесс войдёт в такой деловой, в такой конкретный ритм, в котором он находится сейчас. Поэтому всем, кто в теме, огромный респект и уважуха. Самое главное ведь это не задекларировать, и не сказать, и не издать приказ о награждении, и даже не издать приказ о том, что это нужно. Это ежедневная работа по поводу того, что нужно создать систему, как это будет, что это будет, где это будет. И то, что на сегодня есть график сдачи нормативов ГТО, есть места определённые для этого, есть время определённое для этого, и есть судьи, которые в это место, в это время придут, и никто не останется за бортом этого процесса, всё будет сделано в соответствии с требованиями, с правилами. Вот это очень важный момент, потому что если бы этого не происходило, то раз-другой человек, придя к месту сдачи нормативов ГТО, и разочаровавшись в том, что он в очередной раз пришёл туда зря, собственно говоря, сразу бы потерял веру в то, что этот проект будет жить. Огромная заслуга Кировской области, всех, кто участвует в этом процессе, ну, в первую очередь город Киров, потому что огромная нагрузка всегда ложится на областной центр в связи с тем, что здесь живёт очень много людей. Здесь есть спортсооружение такой специфики, как тир, как бассейн. Собственно говоря, таких спортсооружений у нас в районах области не так много. То, что здесь организовано всё настолько чётко, это очень важный момент, особенно для начала этого процесса. Поэтому на сегодня, ну, не могу сказать, что крещусь от счастья, но, честно говоря, констатирую, что слава Богу, что вот несколько по-шуточному некоторыми из наших коллег задекларированные вещи благодаря профессионалам воплощаются в жизнь. И воплощаются в жизнь на достойном уровне, и люди, приходящие сдавать нормы ГТО, могут это сделать, могут увидеть свои ошибки, могут сделать выводы и настроиться уже на следующие тренировки. И уже на тех спортсооружениях, это не случайно, что они идут с таким удовольствием вам навстречу, они же понимают, что человек, поприсутствуя на соревнованиях, вряд ли решит, что это его одноразовая какая-то акция. Все хотят улучшить свой результат. И, естественно, те спортсооружения, которые предоставляют место для проведения соревнований по ГТО, те спортсооружения и будут иметь в дальнейшем клиентов, которые будут готовиться к улучшению своих результатов. Поэтому сегодня трудно сказать слово «просто хорошо». Я бы дала оценку «отлично» тому, что происходит в Кировской области. Отлично. Спасибо, Светлана Владиславовна. На самом деле, действительно, на город легла достаточно такая серьезная нагрузка. Может быть, конечно, и не только потому, что у нас больше всего население, но у нас население достаточно активное, и оно нам не дает спокойно сидеть на стуле. И приходилось в конце учебного года, как и в конце календарного года возникали, выпускники 11-х классов, в которых точно так же не выполнен норматив плавания, не хватает до золотого знака, или выполнен норматив плавания, но выполнен не на золотой знак, а все остальные виды испытаний на золотой. Даже приходилось индивидуально, в индивидуальном порядке принимать нормативы комплекса ГТО. Например, спортивная школа «Салют» у нас тоже, которая является местом тестирования, очень активно включалась в этот процесс. И тренеры-преподаватели, которые имеют судейскую категорию, индивидуально приглашали выпускников и принимали нормативы. Огромный респект нашим коллегам. Обычно они углубляются в высокий спортивный результат. И очень трудно было всегда их убедить в том, что массовый спорт, спорт для каждого – это тоже важно. И то, что сегодня ситуация меняется, это здорово, это возможно тоже благодаря комплексу ГТО. Слушайте, Олег, если у вас есть вопросы, вы можете к нам звонить, 211-101, наш номер телефона. Хотите выполнить нормативы, не знаете, какой механизм, куда обратиться, куда позвонить, как начать, из чего начать, на все мы готовы ответить, 211-101. Я хочу сказать еще то, что всех мы призываем не только регистрироваться на сайте gto.ru, но в том числе регистрироваться на официальной странице ГТО ВКонтакте. Звучит она, Киров ГТО. В группе представляется самая актуальная информация о проведении фестивалей, испытаний комплекса ГТО на территории нашего города. Каждый участник группы может задать свой вопрос и получить квалифицированный ответ. Ну, то есть вот это то, куда нужно заходить, смотреть. Там действительно постоянно обновляется информация, где, на каких площадках, какие испытания принимают. Действительно так. И также есть еще номер телефона. Я очень рада, что он есть, потому что, когда мне сейчас задают вопрос, Света, куда идти, я всегда говорю, вот, пожалуйста, звоните по номеру, вам там все ответят, а именно это Наши городская администрация, 54-62-58, либо еще второй номер, 54-43-84. Также на электронную почту gto.kirov.ru. Давайте расскажем про этот механизм. Ну, то есть человек понял, что он хочет себя испытать, испытать свои силы, посмотреть, может ли он выполнить то, что он должен выполнять в своем возрасте. Какие его шаги? В первую очередь, это, конечно, зарегистрироваться на всех интернет-возможных ресурсах и в дальнейшем определиться с той ступенью, которая подходит в другой раз по возрасту, посмотреть те результаты, которые соответствуют тому или иному знаку отличия и прийти на тот вид испытаний, который в ближайшее время проводится. На сегодняшний момент сайт gto.kirov.ru уже дает возможность в тестовом режиме выкладывать информацию о графике выполнения испытаний. Региональный оператор, либо муниципальный оператор выкладывает свой график, и можно сразу в режиме онлайн посмотреть и записаться на тот или иной вид тестирования. Мы в группе ВКонтакте еженедельно выкладываем информацию о всех видах испытаний, которые проводятся, выкладываем заранее для того, чтобы была возможность предварительно записаться. И, конечно, общегородские мероприятия, фестиваль ГТО, которые у нас в этом году прошли и планируются в следующем году, мы приглашаем здесь всех желающих. Ближайшее мероприятие, которое у нас пройдет, это так называемый казачий фестиваль ГТО. Почему казачий? Потому что городское общество казаков вышло с инициативой, и вот они хотят, общественная организация, принять участие в этом движении. 24 декабря в субботу с 11 до 15 в СТК Порошино мы приглашаем всех желающих. Будут виды испытаний комплекса ГТО, которые традиционно проводились на театральной площади, плюс добавится бег на лыжах. У нас есть звонок. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Александр. Мы вас слушаем. Вопрос у меня следующий. Вот мне сэн сдавал на театрной площади нормы ГТО. И вот там были определенные виды испытаний. Вот скажи, пожалуйста, а какой период времени действует вот это, результаты этих границ. Александр, да. Александр, для обучающихся общеобразовательных организаций определен учебный год. Соответственно, учебный год заканчивается 31 мая, и новый учебный год начинается с июня месяца. То есть это тот временной промежуток, в который необходимо выполнить все виды испытаний на тот или иной знак отличия. Для работающего населения определен срок. Это календарный год с 1 января по 31 декабря. Ну, здесь еще стоит отметить, я вот тоже столкнулась с тем, что люди приходят на театральную площадь, на фестиваль, выполняют вот эти испытания, которые представлены там. Это подтягивание из виса на высокой, низкой перекладине, прыжок в длину с места, прыжок, рвок гири 16 килограммов, сгибание, разгибание рук в упоре, поднимание туловища из положения лежа на спине и наклон вперед. То есть те испытания, которые вот как раз на театральной площади есть. Но чтобы получить знак отличия, нужно довыполнить еще и остальные испытания, для того, чтобы был полный вот этот вот набор, когда человек может получить уже знак отличия. В этой ситуации мы при регистрации участников фестиваля берем согласие на обработку персональных данных, где указывается номер мобильного телефона. И при планировании других видов испытаний, практически в ручном режиме, пока приходится обзванивать и приглашать для выполнения других видов испытаний. Александр, остальные испытания ваш сын уже выполнил? А вот, к сожалению, нет. И возникла такая сложность, чтобы дать нужно было знать. По поводу контакта вы мне сейчас недавно информацию выдали и буду отслеживать. Вот, а рекомендации, точнее, может быть, и просьба, как рассмотреть по поводу общеобразовательных учреждений. Было бы неплохо, если бы каким-то... Собрали определенное количество участников, которые желают организованно создать какие-то виды этапов. Потому что на уровне школы это вообще, ну, как-то слабо продвигается. По крайней мере, начальная класса и точно. Александр, если вы не против, за эфиром сообщите, пожалуйста, номер школы. Мы адресно с вашей школы отработаем. На сегодняшний момент четко выстроено взаимодействие с руководством образовательных организаций, в том числе напрямую работаем с учителями физической культуры, для того, чтобы как раз наиболее качественно подойти к выполнению и к принятию нормативов комплекса ГТО. И провели адресную работу с учителями физкультуры, те, кто очень желали. Они прошли курсы повышения квалификации, они прошли судейские курсы, они прошли практику судейства. И на сегодняшний момент у нас присвоено 24 судейских категории. Это те специалисты, те учителя физической культуры, которые имеют право принимать нормативы комплекса ГТО и обладают определенным качественным образованием и навыковыми, и умениями. Так что все это работа ведется, школы проинформированы, работать могут. Здесь, наверное, вопрос именно такого личного подхода, насколько учителя активно это детям рассказывают и все это проводят. Вы знаете, в 2016 год все-таки мы делали упор на выпускников общеобразовательных организаций, потому что это первый раз, когда наличие знака комплекса ГТО давало возможность получить дополнительный балл ДКИГ. Наверное, действительно, недостаточное внимание было уделено начальной школе, но с этого учебного года мы уже взяли под патронаж все параллели общеобразовательных школ. И спасибо, Александр, за пожелание. Действительно, обратим внимание и на начальную школу, так как это... Я надеюсь, Александр сейчас за кадром нашему редактору сообщил, какая это школа. Вот, можно будет узнать. И что касается выпускников, действительно активно пользуются этим правом, пользуются этими баллами дополнительными при поступлении. Даже если посмотреть на наш опорный университет, я не помню точно цифру, но это несколько десятков абитуриентов в этом году поступили с золотыми знаками, и им эти баллы были засчитаны. Мне кажется, это хорошо. Это отлично, и еще хотелось бы отметить, что как раз опорный университет, помимо того, что давал дополнительные баллы при поступлении, на сегодняшний момент определена стипендия для обладателей золотого знака отличия комплекса ГТО в полторы тысячи рублей. Я считаю, что это просто потрясающе. Это серьезно очень. Это серьезный подход, да. У нас сейчас реклама, мы с темой скоро вернемся, 211-101, пока что можете нас набирать. Ну что, 3-4 с нашей спортивной программой продолжается. Светлана Удельная и Светлана Медведева. И в гостях у нас сегодня Надежда Анисимова, начальник управления по делам молодежи, физкультуре и спорту города Кирова. И вот эти две девушки всегда вдохновляют меня относиться к ГТО гораздо душевнее, серьезнее, энергичнее, чем это было со мной поначалу. Потому как они вдвоем, Надежда как чиновник настоящий взяла все в свои руки, а Светлана как вдохновитель, организатор, как лицо многих даже уже федеральных проектов, этот проект украшают собой, двигают его, и двигают его в массы. Так хорошо, что сегодня уже огромное количество людей в Кировской области зарегистрировались на сайте ГТО и активно сдают нормативы, что позволяет нам быть в числе лидеров по стране. Какие у нас цифры? По выполнившим испытаниям мы на сегодняшний момент входим в десятку субъектов Российской Федерации, которые по количеству зарегистрировавшихся. Но не хотелось бы на этом, наверное, зацикливаться, потому что процедура регистрации не так сложна, а вот процедура пройти процесс от момента регистрации до спортивного сооружения, вот здесь мы половину, наверное, теряем. Поэтому на сегодняшний момент порядка из 30 тысяч зарегистрировавшихся жителей города Кирова половина приступила к выполнению испытаний комплекса ГТО. Не все дошли до финала, но мы не будем останавливаться на достигнутом. Действительно, здесь нужна еще дополнительная мотивация от работодателей. Как раз для обладателей знака отличия комплекса ГТО это либо какое-то материальное стимулирование, либо это моральное стимулирование. Но в любом случае без стимула сложно, рекомендации такие выданы, рекомендации такие есть. Поэтому я надеюсь, что это будет дополнительным толчком для того, чтобы работники того или иного предприятия пришли на спортивные сооружения и приступили к выполнению комплекса. Рекомендации действительно есть, но меня на самом деле удивляет, когда меня спрашивают, Светлана, вот я выполню нормативы, а что мне за это будет? А что вам должно за это быть? Что в принципе? Знак ГТО на груди у него. Больше не знает о нем ничего. Человек идет, выполняет. Для чего? Нужно задать себе вопрос, зачем ты это делаешь? Для того, чтобы понять вообще, в какой физической форме ты находишься, на каком уровне у тебя здоровье. Может быть, пора, пришло то время, чтобы как-то начать о себе заботиться. Ну вот ведь, наверное, главная цель. Даже не выполнить и не знак получить, а просто на себя внимание обратить. Я не соглашусь. Я не соглашусь. Потому что у каждого своя мотивация. Все люди разные. Я уже с этим смирилась. Поэтому если кому-то нужен пряник, для кого-то это... Нужно ему дать пряник. Нужно дать пряник. Ну, хорошо. Вот. А я, будучи такой вот заразой чиновником-чиновником, своим коллегам в Российской Федерации частенько задавала такой вопрос. Он говорит, ребят, ну, я понимаю, зачем вы задекларировали это. Потому что есть отчет 1ФК, 5ФК, где мы там считаем количество занимающихся по видам спорта. И подсчитать практически невозможно. И, конечно, уровень подсчета зависит от квалификации руководителя отрасли физической культуры в деревне, в районе, в городе и так далее. И иногда там огромные цифры не соответствуют действительности. Иногда малюсенькие цифры тоже не соответствуют действительности. С ГТО все гораздо проще. Число зарегистрированных есть. То есть число знаков отличия есть. Я говорю, а давайте вот с вами сейчас подумаем. А как мы будем подсчитывать число просто участников процесса? Зарегистрировался и все. Это ты уже участник процесса? Либо зарегистрировался и какой-то значок получил. Это ты уже участник процесса? Но ведь есть множество людей, которые могут сдать один или два норматива. Это же тоже хорошо. Это же тоже уже наши люди. Как будет вот с этим? Пока таких вопросов не услышала. Вернее, ответов на эти вопросы не услышала. Но на самом деле, если человек хотя бы один или два раза пришел и поучаствовал в том или ином виде испытаний, это уже человек, который начал задумываться над тем, что физкультура важна. И возможно, сегодня, сдав один или два норматива, он в следующий год сдаст три, четыре, пять или шесть. Поэтому вот сегодня, на мой взгляд, вот это выпадает ступенью. Но здесь опять такой момент. Я вот предлагаю наш следующий эфир организовать так, позвать людей, для которых ГТО это стало каким-то толчком в жизни. То, что жизнь, возможно, изменила. И такие примеры лично у меня есть. Те, которые решили пойти выполнять, попробовали, не получили, записались в тренажерный зал, ходят, тренируются, похудели. Ну, в общем, я вот как-то среди народа, я действительно это вижу. Эти примеры есть. И, наверное, это уже тоже некий показатель. Это здорово. Давайте такую передачу сделаем. Но все-таки для чиновников, которые задумали этот комплекс, вопросов пока еще больше, чем ответов. Пусть думают. Возможно, будут какие-то еще там дипломы, помимо значков ГТО. Возможно, просто свидетельство участника, почему бы нет. Это же тоже для каждого человека свой результат. Я в этом году была на, была летняя смена, лагерь, лагерь ГТО во Владимире проходила. Приехали дети лучшие, у которых лучшие показатели по выполнению нормативов ГТО из всех регионов нашей страны. Такое было очень масштабное мероприятие. Проводилось оно в переводе. И действительно было очень много шероховатости. Очень много было таких моментов, которые даже организаторы признавали. То, что действительно хотели бы они изменить и сделать это в лагере в каком-то другом регионе, Южном, предположим. Но это их мысли, я сейчас озвучиваю. Чтобы это было действительно так вот престижно. Куда... И они планируют это сделать, раскрывая секреты. И чтобы для детей это было тоже престижно, выполнить хорошо, для того, чтобы поехать и стать лучшим, и там себя проявить. И, возможно, стать лучшим, самым спортивным в плане ГТО регионом. Вот на это как смотрите? На самом деле практика таких фестивалей, она ведь не нова. Да, направление ГТО, оно новое. Но проведение президентских состязаний, некий аналог, немножко другие виды испытаний там используются, давно уже проводится. Каждый год на юге туда едет только класс-команда. То есть показатели должны выполнить весь класс, то есть порядка 18 человек едет в класс. Участвуют только лучшие. То есть мы в субъекте подводим свои итоги, и исключительно лучший класс команды едет в ГТО точно так же. Дело в том, что Светлана Владиславовна правильно сказала, много еще есть вопросов, таких как раз и организационного плана, и, может быть, нормативно-правовой базы недостаточно. Конечно. Все это нарабатывается с опытом. Поэтому, если будет на юге, здорово. Но я думаю, что здесь может быть, ну, скорее всего, в следующем году, в этом году, в 18-м году. Хотелось бы, чтобы организаторы подумали не только о школьниках, а как раз о работающем населении. Потому что замотивировать учащихся несложно. А вот замотивировать работающее население и дать возможность жителю, там, не знаю, работнику предприятия общепита, любого другого предприятия, дать возможность поехать и стать лучшим в России по тому или иному виду испытаний ГТО. Вот мне кажется, это было бы, ну, супер. Правда, супер было бы. У нас остается последняя минута. Давайте еще вот все-таки про механизм. Вот зарегистрироваться на сайте сложно, многих это пугает. Не сложно, очень просто. 5-10 минут занимает времени. Нужно просто выделить себе 10 минут времени для того, чтобы пройти процедуру регистрации. Многие боятся, что я ставлю там свои личные данные, потом это куда-нибудь, где-нибудь будет использовано. Не надо этого бояться. Не надо бояться, ничего страшного. Личные данные защищены этой системой. То есть они, как и любая другая информационная система, для того, чтобы идентифицировать человека, необходимо ввести определенные данные, чтобы понимать, что это живой, настоящий человек, который показал свою волю и изъявление, решил выполнить комплекс ГТО, приобщиться к этому направлению. Бояться не надо, нужно участвовать. Это мое однозначное мнение. Давайте еще про планы на следующий год. Узнаем. То есть у нас вновь будут проходить такие же фестивали на театральном поле. В обязательном порядке у нас в рамках празднования Дня города будет фестиваль. Еще будут фестивали. И плюс все общегородские, массовые и всероссийские мероприятия, такие как Кросснации, Лыжня России, то есть в рамках этих мероприятий будет подготовлена та дистанция, которая необходима для выполнения комплекса ГТО, чтобы все желающие просто имели такую возможность приобщиться к ГТО, к этому направлению, к этому движению. Светлана Иславовна, а я бы провела марш. Значкистов ГТО. Со знаменами, со значками на груди, с фотографированием. Вот как мы делаем бал спортсменов зимой. Может быть, летом был бы этот бал значкистов ГТО. Слушайте, у меня идея фикс. С моей юности я хочу в День физкультурника массовое какое-то представление устроить либо на стадионе, либо на театральной площади, как это было много-много лет назад, когда я сама ребенком участвовала в этих мероприятиях. И отлично, если мы туда приведем всех обладателей знаков отличия комплекса ГТО и увидим, сколько нас. Парад ГТО. Во. Это вообще класс. Отличная тема. Все новости публикуются на странице ВКонтакте. Киров, ГТО, заходите, смотрите, задавайте вопросы, получайте ответы. Если любите больше поговорить, чем писать, то звоните 54-62-58, либо 54-43-84, городская администрация. Там с вами любезно пообщаются на все вопросы ваши, ответят. Ну и мы в этой программе со Светланой Владиславной каждый месяц будем отчитываться, как у нас реализуется комплекс ГТО в нашем регионе, в нашем городе. И Надежду Юрьевну увидим, конечно, в этой студии еще не раз. Обязательно. Прощаемся. Надежда Анисимова, начальник управления по делам молодежи, физкультуре и спорту города Кирова. Сегодня у нас была в эфире. Светлана Медведева. Светлана Удельная. Да, прощаемся с вами. Спасибо, дорогие коллеги. Уважаемые граждане, 34. 34. До свидания. Начинайте уже тренировать. 34. 34.